Всем привет! Сегодня у меня на канале видео про обновление прошивки вот таких вот USB-ASP программаторов для AVR. Кратко расскажу предысторию. Изначально у меня был вот такой вот один программатор. Это китайский клон USB-ASP, который прекрасно в принципе работал. Он куплен года два или три назад. Но в последнее время в программе Hazama AVR Programmer стала выдаваться ошибка о невозможности изменить скорость прошивочного интерфейса вот этого. Ну я так подозреваю, что это связано с тем, что функция изменения частоты интерфейса была добавлена в одной из последних версий прошивок USB-ASP, а китайцы прошили в этот программатор более старую версию. Поэтому я решил его перепрошить. Для этого заказал еще один такой же программатор. Примерно такой же, тоже копия USB-ASP. Он в любом случае нужен для того, чтобы прошить вот этот процессор первого программатора. И в принципе морально я был готов к тому, что придется с вот этого разъема прошивочного делать переходник напрямую на ножки микроконтроллера. Но ближе к делу уже открыл схемы этих программаторов и оказалось, что все намного проще. Все линии необходимые для прошивки, весь интерфейс ESP вот этих вот микросхем выведен уже на разъем. Кроме одной ножки RESET. Она не выведена. Но на этих платах предусмотрена перемычка GP2 или J2. Вот она здесь. И вот она вот на этом программаторе. Замкнув ее, можно соединить сигнал и RESET микроконтроллера программатора с разъемом для того, чтобы прошить другим программатором его. Вот. Соединять можно программатор обычным шлифом прямо из комплекта. Вот таким образом. То есть, соединяем два программатора между собой. Один втыкаем в ПК, в USB. У второго замыкаем перемычку J2. А дальше прошиваем просто, как обычно, любой программой, той же Хазамой. И все. И получится счастье. Вот. Сейчас попробуем это все проделать. Я еще не пробовал. Но думаю, все получится. И, кстати, вот у этого программатора была тоже старая прошивка. То есть, китайцы до сих пор продают программаторы со старыми версиями. Мы сейчас оба прошьем. Так. Подключаем один из программаторов порта USB. Как видно, на обоих программаторах загорелись индикаторы, говорящие о том, что они запитаны оба. Вот. Теперь нам осталось замкнуть перемычку J2 и попробовать. Давайте для начала попробуем считать прошивку, которая зашита. Так. Замыкаем J2. И в Хазаме делаем чтение. Это ошибка, от которой я как раз пытаюсь избавиться. Так. Считали прошивку в буфер успешно. То есть, интерфейс ИСП АВР для прошивки, он работает уже. То есть, прошить мы сможем без проблем. Сейчас я сохраню имеющуюся прошивку, чтобы потом сравнить с прошивками с сайта разработчика АВР и ИСП, чтобы понять, какую же версию шьют китайцы все-таки. Вот. И прошьем сейчас последнюю версию сайта разработчика АВР и ИСП. Так. У нас микроконтроллер от Mega8. Выбираем соответствующую прошивку. Все готово. Осталось нажать кнопку прошивки, предварительно замкнув J2. Так. J2 замкнули. Нажимаем. Пошла прошивка. Вот и все, по идее. Давайте проверим, исчезла ли ошибка в Хазаме. Установки частоты обмена. Все абсолютно то же самое. Пробуем считать. Замыкаю перемычку J2. И считываю прошивку. Вот, как видите, ошибка пропала. Успешно мы обновились на последнюю версию. Сейчас по аналогии сохраняю то, что мы считали из второго программатора. Я думаю, что там то же самое, что и у первого. Но все-таки интересно будет посмотреть. Все. И теперь прошиваем последнюю версию. Так. Готово. Пошла прошивка. Все. Прошивка закончена. Проверяем еще раз, что у второго программатора пропала ошибка установки частоты интерфейса. Например, прочитаем флешку. Вот все. Без каких-либо ошибок проходит чтение. На этом все. Оба программатора теперь у меня прошиты последними версиями. Никаких ошибок ни в каких программах нет. Не знаю, когда уж китайцы начнут шить последнюю версию в эти программаторы. Но, тем не менее, довольно-таки просто обновляется прошивка. Поэтому больших проблем не вижу. Единственное неудобство то, что нужен второй программатор. Не обязательно это должен быть USB-ASP. Это может быть любой программатор с интерфейсом ESP. Оверовским. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»